всем привет меня зовут александр более известен как нинтендо сейчас запишу свое очередное видео до портала пикостас.ком многие из вас просили видео где бы играл на лимите сильно ниже рабочего хотели получите два слова под форвард на л-50 изначально я вообще хотел поиграть чуть-чуть посмотреть лидерборд и хоть как минимально разметить поляну потом вспомнил что многие ученики часто задают вопрос типа как бы я играл на их месте на лимите ниже в вакууме ну то есть как чтобы вообще не было никакой информации на обувь поэтому игра без подготовки как есть поехали в общем то так вышло что сразу на первом столе одного игрока я знаю видимо с ним когда-то давно играл мне кажется это регуляр а так ну да он за несколькими столами сразу попадается тузы на первом столе раздали так на втором столе это видимо слабый друг лимпица но на mp мы 52 с вы изолировать не будем тузы открываем король 10 кидаю буду стараться находить какие-то микки за двумя столами одновременно чтобы они ну участвовали в розыгрыше так буду предположение делать что это какие-то регулярно то есть играть несколько столов кассина пас музыкам бетим 82 выбрасываем полегла выбрасываем здесь я предпочту заблок бейтится чем бихнуть ривер так ну вот на втором столе не полность так предположим что это же слабый друг а ну да тут еще часть дро закрылась уже думаю тут в или совсем не даже никакой треть изобретать не буду просто прочекаю вот так туз валет с mp открываем дома 9с и по тоже получаем 3 бет какого-то гейского размера без позиции к школе тут нечего изобретать но на такой текстуре combat никакого размера я бы не полил будем играть чек-чек надеяться и кати бесплатно свою пытаться реализовать так не успел отметить сразу пас руку отправил там на первом столе был еще слабый игрок а так валет 8 но открываем пас так 58 но пас 67 третьем защитим bb здесь такую текстуру в принципе можно залить и 4 бота чтобы за ваш цены реализовать и кати плюс какой-никакой фонды кати есть первый человек вообще им очень тяжко практически то за x плюсом будет а защищать так король 8 но нападаем цель на утил по моему тоже знакомый ник вроде тоже регулярно т2 выбрасываем оба игрока закалировали дополнительно эти мы не получили плюс спарилась тройка нижняя карта теперь у нас уже 5 аутов даже нету на доктор и здесь можно спокойно сдаваться так тоже хоть не полностью принципе я всех не полностью как буду по умолчанию вместе с зеленым там пока будет не доказано обратное потому как полагаешь на него 50 вообще им асэсников никаких наверно должно быть опять же посмотрим как на самом деле окажется так 87 пас 34 тоже ты 8 с открылись на мпм барон прибатит без позиции эту руку изучать мы конечно не будем так тус 8 нападаем то здесь с такими мастями можно принципе как поставить как про чекать думаю поставлю так ну вот вероятно вот этот за нескими столами сидит разного размера стеки были 8 класс так ну то слабый игрок открывать три с половиной bb в принципе можно если бы он сидел бы чуть подальше там где-то на которых это можно было бы 3 бетнуть и кольц пуш но я предпочту здесь просто заколировать на вот и надеяться на то что по слову даст у меня что-то выиграть но здесь слаб лейте ничего не буду думаю можно просто запихать чтобы она и пару не одну не выбросил так 93 защитили против слабого игрока на предположительно слова на его чек здесь ставить пока не вижу смысла осыпать и вообще нету терна в общем-то также будем чекать на ревели на его чек уже ставить 45 можно открыть принципе она был чуть пошире открывать чем обычно вероятно потому что преимущество в целом регулярно это лимитами для видео так будет интереснее получаем 3б тоже какого-то маленького размера дубы буду защищать падаем слабые в принципе тут будем колить флопы и скорее спада терн случае ставки тут что-то по ним задумался ну да здесь на самом деле вот многие игроки кто пониже играет они очень часто будут тащить все фдшки но это просто не нужно то есть от слабых самых фдшка мы можем избавляться на терне спокойно вот это нам облегчит жизнь дальнейшем мы будем реже попадать под доминацию когда мы поймаем флеш оппонентами твашь старше плюс тут еще и борт спарен и то есть это принципе однозначно пас дам 5 и пас вот тоже не полностью человека достаточно часто вот этот парень попадается со мной вот этот вот это возможно это же какие-то регулярно так он стык 46 из за три бессим в этом против готова так здесь можно сразу поставить один бб 85 пас здесь прокатило пас 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 7 2 пас туз король нападаем 84 пас и 5 3 и 5 6 нападем это видимо тоже какой-то фиш ну это руку без позиции вообще не прикольно защищать в этих в этих позициях а тут еще и оппонент не полностью здесь какая-то интересная штука вот это регулярно он вообще такой слабый прям очень плохо играет небольшого размера дает 3 бета заползает фиш я предпочту просто 4 бет поставить и возможно с фишом оказаться в этом банке на пуш естественно будет валяться так 67 стилем восьмерки я думаю буду колить для того чтобы фиша в банк тоже в банке оставить ну тут mp3 бейте поэтому пас 76 можно прочекать чтобы потом поставить либо на тернии верили вы просто на ривере так король 6 можно поставить можно залепить поставим по рандомайзеру здесь на его бет думал сейчас защищать не имеет смысла нашу руку так такой текстуру можно ставить можно чекать я даже думаю от чеколи одну улицу если он поставит здесь два барреля полагаю что никто не будет такую линию защищать quicks там думаю что очень много до 9 2 пас так вот это еще на низких столах играет 9 7 стилем скотов а тут открывается мин рейсом с мпм но защищать конечно мы тоже труку не будем слишком слабая даже на 2 вы здесь лид бет две трети грубо говоря ну сашей рукой тут ничего изобретать тоже укидывал 6 пас узнал одномастно открываем cp-6 пас так дома 8 пас слабый игрок на ип залипился можно изолировать побольше можно попробовать посмотреть как он реагирует конечно лучше для того чтобы изолировать побольше сайдинг использовать руку послабее чтобы не так переживать случае с вам будет фолдить возможно мы не скоро с ним еще попадемся буду пробовать сразу так тут 6 пас так оппонент заколил я бы здесь захотел он какую текстуру поставить треть это своего рода будет для вы или очень много рук слабее на такой сайдинг протащит на тёрне не попав чек ним и на ривере уже был принимать решение мы выбросил прямо на флопе принципе это возможно не так хорошо как кажется вот опять кстати он вот возможно мы потому поблифовать дали что-то и потуской в коле на какой-то улице нужно сыграть как сыграли тут не полный стык на втором столе попали в sd 2 барреля хотя у нас и однокарточного ну думаю что слабый игрок все равно оплате так или иначе камбета на пол опять тут 4 пас восьмерки разыгрывать попал того игрока с которым сейчас играли сша есть предположение что может быть он просто флоп очень широко протаскивает и соответственно из-за этого он так падает не попал попал не попал грубо говоря играет и стаж диапазон слабым все время не попал восьмерки стилен так валят 10 залипили но здесь три барреля на вы ли 7 5 спас экшена практически никакого не происходит чё-то двигаем картонки собираем комбинации там так по ходу играет люди сейчас дома 9 стилем т-6 с защитим тут небольшого сайзинга бет можно отчеколить в принципе у нас есть уверкарта к одной карте доски и 2 бык двора дам 9 пас так но после чека я думаю можно просто поставить два вербета ой по термой ривера чтобы выбить подавляющей частью диапазона здесь практически одна пара плюс диапазон ну и какие-то редкие 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 совсем стриты которые там как-то попали нас блокер был десятки король 4 пас король дома стилен так это какой-то видно тоже слабый так тоже регуляр can be поставим то пара сильным кикером здесь принципе можно три улицы ставить если текстура сильно как-то не изменится то солен стилен на бобой слабый дров сидит как быть здесь также три улицы ставить против слабого тем более нам 9 открываем восьмерка не самая лучшая карта она часть дро закрыла он думает раз поменьше поставить что он не боялся за слабее все равно очень много плюс он к x какой-то может не выкинуть или вообще 9 из 32 пас тут аж даже два зеленых за столом прикольно тут у нас бэкдора есть плюс оверкар так двум картам борда можно сразу давить диапазонность человека числа бы и в эту доску никак не должен попадать разве что пикс какие-то залетные которые внутри быть ну но бы быть диапазон тоже широкий суклона все-таки с широкий без верха потому что он не захотел сквизить хотя это самое часто для сквизи ситуация фд поехала продолжаем ставить семерка стилем здесь после того как он два раз сыграл чекол я предположил что диапазон какой-то к x можно попробовать за вербэти посмотреть как люди здесь реагирует на вербэта на ривере на линию бет бет рука конечно не самое хорошее для этого так можно потихонечку проверить посмотреть вот так в колле 3 бы это здесь был cold caller мы там это делал все третьим подбили получили сет либо поте офигенно чек рези здесь не вижу смысл флоп по крайней мере а туз не очень хорошая карта нас то чекнул почему ну то есть это скорее всего какое-то среднее шедевые мошка товар пара типа дамы там например нужно попробовать добрать лупить дофига не вижу смысла возможно просто все инсты выкинет поставлю немножко возможно удастся этих рук добрать если на пушках то спроцируем блеф но опять же они душа здесь вообще блеф когда не будет ну вот удалось забрать нормально так 68 компет поставим небольшой дальше можно чеколить одну 46 пас ну тут у нас годшот еще есть типа совпадение конечно восьмерка уже не то чтобы наш аут мы будем колить принципе может быть и ривер тоже можно будет колить не знаю опять же чё за по ним снова победа человек с ником динамо там не полный степан светит по ходу тоже 9 2 пас так восьмерки стилем скотов а 4 9 пас 85 тоже какой-то очередной товарищ который любит маленького размера 3 беты делать в позиции интерн совсем маленького конечно никогда не выкинем вообще наверно в принципе ни одно одномастную руку не выкинем даже без позиции на такой маленький сайдинг прям уж сильно маленький ну по 100 кончиком флоп ставят маленькую тер я бы сказал что на блеф относительно не похоже полагая сблик нам бы хотел ставить флоп тем более флоп подходящий вот и с двумя аутами будучи практически наверняка позади не будут защищать даже на такой сайтинг выброшу просто крыль дамб комбет продолжаем доехали против зеленого пока не буду сильно большими сайдингами лупить кого на такой не выбросил ну меньше я думаю совсем смысла не был ставить лак что выбросил туз 8 с двумя зеленым за столом еще тоже открою маленьким сайдингом опять восьмерки какой-то 100 восьмерок слабый игрок открывается в принципе можно сразу 3п поставить нам 4 пас 27 пас в такую текстуру с нашей рукой я предпочел поставить речь чтобы выбить просто какой-нибудь дрянь которая потом выбит нас на чек возможно ну и просто будут потом сдаваться вообще никак не зацепились ну тут этого так слабый открывается у нас туз 8 но против регуляра это пас против слабого можно защитить посмотрите будет в такую текстуру разномастную руку думаю даже на треть защищать не буду даже против слабого потому что без позиции и особо о нем информации никакой не обладаю проще будет просто выбросить так еще один не помню так вот за двумя столами тоже не помню стекла мы с ним уже играли у меня был по большим не рябается шестерки открываем 4 7 пас когти орла пришлось выкинуть так пас минутка рекламы если на party играть от сайта прекрасно . ком и набивать более 300 рейка в месяц можно дополнительный рикбэк на про сделках получить всю инфу соответственно на сайте перстас точком можно найти тот 4 стилем король 4 но тут слабый игрок я думаю никогда не надо выкидывать слишком поток хорошие и наличие фиша в споте облегчает нам задачу тоже литбет поставим небольшой у кого-то вас в регов сразу можем выбить иногда нам просто будут за такую маленькую цену и катеризовать ну здесь регуляр рейзер имея за собой еще двое включая одного фиша поэтому вероятнее всего это что-то очень сильное типа это там словно то пара плюс и иногда король даже не наш out из-за этого или какой-то сильная фд и поэтому я бы здесь наши 5 аутов даже не стал защищать просто выброшу здесь принципе литбет то чем круче такой маленький что если мы чекнем то понят поставить туда условно там пол плота например и это нам никакой инфы не даст а вот так как сейчас развивались обстоятельства уже мы как-то больше информации рыбу в руке можно предположить но на два бб против неизвестного троечка подобию там еще и фиш сидит пятерки защитим так ну тут какое дело тут можно типа ставить много и часто из то что регуляр чекнул крайне мере одну можно поставить вначале нам по идее главное только выбить слабого из этого банка вот рега мы выйдем кривиру все равно но опять же пятерки здесь убрасываем опять же можно продолжить баррелить у него широкий диапазон можем выбить какие-то семерки к x любом случае против широкого диапазона никогда не ошибка нашу руку правда с нашей рукой продавливать оппонент особенно когда-то пол колоды диапазон так вот нет одинаково четверки на 2 и 2 можно защитить принципе на из-за ну и такую текстуру без желтой карты можно чек-фолдить 46 спас карусин пас десятка кэш откроем тут какой-то неизвестно открывать нам кратким типа 2 и 1 bb из конечно такой можно кнопочки настроить возможно это не фиш вовсе предположительно изначально чтобы мы знали что за нами есть решить тут нету поэтому сразу даму 3b предполагаю что игра против регуляра так тут аж три зеленых к слову василия лимита вот на плате на 50 зум 3 зеленых за столом сейчас примерно 80 входов просто 2 bb в эксплойт открою не вижу смысла с такой плохой рукой открывать шире в принципе пол хотим получить изначально но такой текстуре был ставить минимум 2 клоп поменьше тем побольше ревер думать на самом деле я не удивлюсь если позже выяснится там каким-то образом может от комментах напишет или не знаю как ты чуть позже увижу что кто-то из зеленых вообще не зеленый просто так вышло что он там был не полный стек или сделал кунчушь там типа день залипился чего-нибудь я нибудь сам колт-кол какой-то стрёмную руку сделал при флопе после чего я подумал что это фиш это восемь и шарик такой тоже может быть 87 выбросим тут можно открыть 64 пасы тоже получилось на бланде застили ванна тоже нормально тус 8 стилем пас и 2 пас получаем 3 бет ну конечно эту руку не защищаем 5 пас 9 2 тоже пас тус 3 стилем скотов а 78 из тоже здесь против двоих я думаю лучше сразу поставить чтобы подобрять на руки тип шестерок какие-нибудь руки секрете типа там король валет пике а лучше сразу от них избавиться 87 кэш защищаем 3 будет больше такого маленького сайзинга тут вообще без вариантов так ну на втором столе тут принципе неправильно сыграть невозможно и бы это чай колочек рейс как угодно чек посмотрим что будет так ну обычно так понимаю люди с блефом 3 бот поте на этом лимите так предположил с блефом будут ставить поэтому я попробую здесь лупить много и часто после того как доска спарилась я бы предположил что на целом такой текстуре не будет никогда конечно флэш он не выбросит случаясь мы будем 3 баррельная дисконтировал часть лучшей потому что многие бы флэш здесь ставили сразу слабо поэтому продолжим баррель плюс теперь двойка еще руки 56 его обесценивает ну да я запихаю посмотрим на нас можно кое-нибудь можно посмотрим так тасс король 4 бете стандартно ну получается на первом столе предположением оказалось верно туз 2 из открываем отличный флоп на 4 будет фото combat такую текстуру ставить вообще смысла не вижу диапазон колерам подошел намного больше здесь есть он поставит пол пота или больше выбор 6 меньше как буду очень сильно думать на 3 даже меньше 3 не знаю мне конечно на самом деле очень хочется выбросить на учитывая слабый лимит наверно можно еще по слов чуть нам уйти попробуем посмотреть так ну здесь очевидно уже на пуш сдаваться будем туз 8 3 быть ну на самом деле по спарке терна его чек вообще ни о чем не говорит опять же предполагая слабость оппонентов тут может быть как и чек с рукой типа валет x здесь может быть и чек с фулл хаосом то есть я просто про чеку и возможно когда-нибудь выиграю руки какой-нибудь тип там туздама и редкая когда-нибудь но здесь на такой текстуре не вижу смысла бороться неполен стек смешки можно колить можно прибавить и заколим ну весь пас спокойно семерки на такой текстуре можно чиколить можно чек резить после чек ставим 2 то с валет разномастом sb против и пани защищаем дома два пас тут потихонечку люди размечиваются можно плюс-минус предположить что против регуляра играем так еще не полностью король симпас где два пас и еще не полностью дал против иша сыграть понятно то с валет с открывается с б 6 3 пас целом ну по ощущениям реаги мало прибыли потому что внутри бы банка практически не играли те которые играли некие такие ну типа пассивные что ли не знаю что пока удалось от за полчаса игры обнаружить здесь можно как чекать так и изолировать против двух зеленых с нашей рукой не знаю можно про чеках над собрать бесплатно почему нет но флопе будем сразу ставить причем много я думаю даже можно поставить что тип 5 то что банк маленький если у пара какая то есть попадание там фаде ядро не знаю оверкарты все равно понять не выбросит король 9 открываем в такую текстуру можно комплектить ну то что понятно не зарезал хотя конечно слабый но я думаю что две пары плюсом выразил все же флоп имею еще одного товарища за спиной поэтому здесь можно продолжить тоже в принципе много также парить тузы раздали сипы открываем тут не прокатило да и ладно дома 3 пас 65 открываем там да конечно можно было со стритом ставить меньше но опять же такая текстура дровяная полагаю что овер пару оппонент не выбросит а оверкарты наверно уже на любую ставку выкинет поэтому не думаю чтобы сайдинг там принципиальное значение получили чек-рейс чет мне кажется за сессию мочкой за вообще особо не получали ну тип тузы по-другому не сыграть мы в колем флоп и терн хотя десятка не самая лучшая карта в этом плане но опять же так сейчас здесь колем 3бет опять же полагаю что на этом лимите очень редко кто будет 10x чек резить на флопе поэтому таким образом десятка режет количество value комбинаций хотя опять же с десяток вряд ли меня здесь может быть но может так на чек ставим пол фото то есть чаще он конечно 3 бетницы с бы но может и колом заведет поэтому десятка это в данном случае хороший блокер и как бы выходит два бланка и получается что мы должны колить все равно не знаю какой-то сайдинг странный ну пас здесь не могу придумать я не был очень 1 фд вот вообще какой-то стрёмный розыгрыш зачем такой сейчас играл кстати тот факт что он дочек резал 7x получается предположение о том что оппонент может 10x не за чек резить она была неверная то есть у человека все-таки часть трипсов было будем это знать про себя опять тузы опять слабый игрок решил не открываться походно что блайнда опять заберем на втором столе туз 5 открыли такой текстуркам быть не буду на первом столе до блайнды нормально все по школе а тут пас 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 опять три зелененьких четверки открываем валет 7 случае двух фолдов я бы изолировал ну тут теперь уже влезать не буду дорого рука фиговая получили 3б этот регуляра стеках 200 бб можно заколировать обычная наверное не стал опять же для видео можно изолируем король валет разномастная против непонятного здесь на треть under пару защищать не надо никогда в дипах думает даже еще хуже несмотря на то что нас есть дополнительные какие-то в виде там каких-то есть для лига шотов иногда они будут отравлены то есть пример придет какая-то пятерка у нас вроде как будет а есд но на самом деле мы уже другим дед просто здесь избавимся от руки 54 по шестерке открою валя 3 пас так ну тут какой-то 5 слабый сидит конечно труку выбрасывать мы не будем минрэйзом откроемся забрали бывает отлично так пас не полностью здесь 5 можно минрэйзом открыться из-за двух зеленых это как совсем уже выход заранее что кто меня остановит трипсы на изичек собираем тут если пас 9 ну тут тоже можно за раньше выйти типа открыться за тоже слабый на избе сидит принципе чем вы не продолжаем барли я уже чуть ранее дел предположение относительно того что люди как-то ну с виду мало три бетят мало три бетпотов играю на самом деле и это наводит на мысль что можем шире открываться со всех позиций то есть там добавить кучу мусора какого-то скотов а там тот же самый т9 о я бы не сказал что прям в таком случае прям уж очень сильно такой выход за раньше таким образом поле эксплойте мы получаем возможность стелить блайнда еще шире здесь это также уже будет опана за то что за нами слабый игрок сидит плюс как я уже ранее сказал вероятность получения 3б это чутка пониже чем обычно ну чем на лимитах выше например 7 3 пас король 3 тоже пас тут счет чуваки задумались он тоже пас можно и король 5 открыть было если бы все упали типа расшириться там процентов до 605 например для начала посмотреть что будет не так давно с одним из учеников обсуждал тему того что на низких лимитах можно безнаказанно очень стилить широко особенно играя в поле в котором не статистики типа там на гага покер на пати ну и принципе я имел ввиду лимит несколько ниже чем на 50 сейчас как я смотрю на 50 в общем то тоже можно этим баловаться 200 в стеках на такой сайдинг можно в принципе заползти посмотреть опять же какое-никакое преимущество послаб есть так это наверно был бы все же пас даже в действие стеках хотя наверно это такое пограничное было бы я бы сказал 89 за 3 бы этим так тут оппонент ставить типа 30 процентов у нас есть честно говоря опять же делал предположение значит мне кажется что в таких глубоких стеках оппонент сильную руку бы сразу ставил больше но типа их жадности поэтому я бы заколил 4 флажда отлично на чек компоненты буду лупить много разномастных рук я у него много здесь не вижу фалды кати увижу очень много в такой ситуации то есть несмотря на то что у нас был street не хочется чекать давать оппоненту инициативу там вряд ли он когда-то будет сам блефовать но все же лучше я буду сам опять же теоретически у него все же мог быть какой-то маленький флэш двухкарточный который он теперь решил не ставить терм но я все же думаю что после такого маленького сайдинга хлопа там уже не осталось ну 6 4 не буду открывать это слишком широко на как 32 вот 82 можно открыть по слабого мин рейзом 6 хотя не пишет можно защитить против слабого не по стык по стык пока все разу кидаю коротким стилем с базовом тут король будем прибатить садим побольше выберу из-за того что стеки расширены слегка в такую текстуру тут можно от чека играть флоп можно ставить можно вообще 300 не знаю в этот раз про чека это будет чекол флопа там на термин посмотрим ну такой сайдинг и даже флоп не будут чеколить прося отметим что тот оппонент так жирно прям ставит опять же вероятнее всего он здесь изначально убирает сайдинг чтобы внутри улицы стек свой разложить то есть либо это какой-то блеф который он заранее запланировал блефовать прям конкретно но зная лимит мне не очень в это верится либо это какой-то велью который он вот так вот решает жадно разыграть дамы три пас ну тут дро хорошая попали на первом столе поставим combat тут какой-то неизвестный вроде раньше от них за столом не видел ну тут короче опять же нету наверно плохой игры тут можно и в колите еще зарезить я наверно счет зарыжу можно в колец колец в чем преимущество колы это то что мы потом сможем выбрековать не доехавшие дро сильнее то есть условно там флэш-дро нация зачек рейдил мы вколили терм никто не доехал там поставил на вколили ривер никто не доехал он чекает мы пушим он падает да то есть преимуще такого розыгрыша три бет на флопе с наш рукой наверно упрощенка но все же у нас много equity мы можем выставиться даже впереди теоретически если это слабый игрок какую-нибудь пару решит тогда фигачить поэтому опять же ошибиться там нельзя с такой рукой а то колем на таком флопе защищаться смысла нету даже на маленькую он что-то задумался чекнул на чек ставить здесь смысла нет у нас есть давай реализуем то пока поймали будем ставить ставить жирно думают уже меньше стоит смысла нет оверкарты заплатят все равно фады практически здесь нет но если какие-то вдруг есть заплатят все равно после вот двух чеков ну соответственно чек-чек флопа да и чек терна я думаю что у нас годится рука можно принцип просто запушить рука выглядит как прям что-то непонятное мы не ставили флоп 10x наверно не станет так играть что возможно мы получили какой-то краем колтом а не знаю а к без мастей что-нибудь такое можно было поставить меньше что прям точно добрать так я решил так сыграть в этот раз король 4 пас какой-то новый игрок тоже нашел ты 8 но так все упали король 6 котов открываем 86 пас тут этот оппонент часто не виделся за столами регулярно тоже видим больше одно стола играет можно за 4 бейтить так вторая пара плюс оверкарта принципе можно как камбетить так и чекать парандомайзер чек ним сочи чека оппонента буду ставить сам блок бет на терне но бета его естественно буду колить 5 аутов так или иначе плюс может быть впереди восьмерка чё тут доехала 78 3 комбы а ну можно не считать он принципе чеков мы конечно чекнем след принципе часто выиграем да не полностью так тут за 3 бетим вы бы против котов а адрес понятную просил тут бабы защищаем чеколим флоп большинство тернов на ривере принимаем решение после чек чека учитывая что нас нет желтой карты не хочется поставить сразу чтобы не дать ему реализовать как эти там а рук по типу как нибудь тут 6 шестеркой желтый после укола будем руку прощать в блеф опять же такими 4 фдм на тонной текстуры завещают очень плохо люди ну тем более после чека на флопе там опять же дисконтируем часть фдшек изначально да и в целом даже если у него был бы какой-нибудь флэшдроер на флопе типа что там 6 7 не знаю 6 7 он бы конечно никогда не прочекал но условно на ривере ему бы уж так или иначе пришлось его ронять это никогда не блеф это всегда вэль жадная жирная поэтому окей если бы играл постоянно в этом поле я бы написал notes на тему того что оппонент когда ловит флэш ну флэшдро однокарточная с тузом он просто колит терна не рейзит из-за этого потом в дальнейшем рейзе я бы считал более в или ориентированными ну изначально уже я считаю что мое предположение относительно то что от нас то есть это всегда туз желтый туз никогда ничего другое здесь оппоненты этого абсолютно не блефовый спорт тем более на лимите на 50 вообще никогда поэтому такие предположения составил так желтеньким тут парень стеки так нажимает вроде было 300 бабы недавно что 400 же молодец ну тут конечно можно было бы совсем расшириться и открыть сране туз 9 разномастные но я не нравится что мы на фиша будем без позиции поэтому все равно выброшу туз 2 откроем пятерки откроем в целом учитывая то что люди как я вижу реакцию поля на стил и мне уже кажется что на и на 50 лимпица вообще никакого смысла нет стила тупо плюсове на прибыль не зачем лимпица и что-то там потом воевать и платить реки сможем просто забрать приход без боли пятерки без позиции ну такой маленький сайт им даже не хочу защищать уж слишком низкой пара не знаю мне не нравится такие руки защищать я бы лучше вышел за раньше какими-то конвекторами там не мелкими кармашками тут два зелененьких против этого можно затребетить достаточно большой стек комикадзу тоже затребетим комикадзу выкинул я решил еще полетать на первом столе будет ставить минимум две может и три причем с маленькой потом побольше флоп такое опасный ну туз чем хорошие оппонента меньше тузов чем плохой оппонент скорее всего тоже понимаешь у нас меньше тузов даже учитывая что он фиш он обычно умеет считать до 4 чем хороший терн это тем что он стал радужный это все бэкдоры сейчас будут выбрасывать у нас все таки есть какой-то екать и предпочту поставить но я думаю что будет последняя потому что домой x не удастся выбить даже на ривере полагаю вот прямо здесь выйдет что-то окей а тут мы изолировали слабого игрока рик за приблизил этот парень за 4 бетел я просто смотрю плача 4 за то что смотрю тут можно было открыть тройки это поспешил там два слабых игрока было окей 3 пас 83 нам отдали так 75 пас олимпица с ранее зеленым сразу то есть здесь тоже 3 зеленых хороший состав надо сюда переходить играть не дай бог так тут какой-то неизвестный пока еще с ними играли сегодня выброшу с т9 будем ставить 3 у нас годшот бакдор и флоп такой прям наш 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 какой там 3 4 раз за сессию ауди пах я даже побольше поставлю не было что-то сголяться по ходу под сайдингами тоже никто особо не заморачивается не смотрит на самом деле кстати вот здесь на первом столе тоже чуть-чуть поспешил там если бы все упали то 63 разномастные можно было подлипить против фиша так ну тут три улицы вообще какой-то кол-кол 3 бит в холодно здесь чтобы в это был бы пас но в 300 бы бы эффективно и заколю будучи crazy такой флоп а чик рейс от оппонента мы должны 3 бит пушить потому что это чаще всего овер пара младше нашей мы хотим здесь сейчас выставить этих здесь не практически никогда ну ужасно игра конечно так никогда не надо делать то есть я требуя сил раннюю позицию зачем вообще это было то есть я не знаю так наш бы 2d fd поехала тут можно в эксплойт поставить треть иногда мы сразу выбьем фд старше нашего типа потому что он посчитает что на спаре на доске уже не хочет вытянуть таких липах больших вот иногда мы так за дешево сможем натянуть какие-то ауты а здесь мне не нравится но я не думаю что здесь стоит выбрасывать из-за спарки почему потому что рейс такого небольшого размера вообще я бы сказал что он тянет на free card типа хочет чем бихать на ривере сыграть поэтому я в коле на ривере буду смотреть восьмерка пришла у нас какой-никакой шедевая появилась блефовать уже дома не имеет смысла мне кашка что в руках какая-нибудь по типу 9 9 там 10 10 вот но выбивать наверно не имеет смысла может все равно на дуру в коле типа 2 фады не закрылись чё ты мне тут втираешь вот поэтому про чекку бы на чек-чек надеяться как 68 против двоих легов можно сразу да нужно дома сразу поставить чтобы не давать оверкартам и кати реализовывать тут 7 пас 6 пас валет откроем это наверно тоже регуляр часто попадается не буду пока отмечать вот это всегда пас кроме только тех случаев когда мы допустим предыдущий раздачи или сами фиша как-то обидно обыграли или например мы видели что его кто-то обидно обыграл и типа на тильте решил вот такую фигню исполнить вообще на самом деле с нашей рукой это прям практически всегда 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 пас мы регуляр у нас преимущество пост-флоп преимущество скилле мы должны его реализовывать и вот на такую фигню не надо никогда обращать вестись то есть всегда пас кроме только когда есть какая прям совсем важные нужные по тут начну флопе двое в коле ли у нас здесь какие были варианты либо поставить тоже терм и выбивать много рук слабее либо за чек рейте терм здесь после двух чеков от оппонента от оппонентов я думаю можно вообще и чекнуть и за чек рейзить там если кто-то из них поставить наши dv в принципе есть иногда по шестерке можно овербейтить прямо сейчас то есть ну у нас от кейс впадения мне не хочется овербейтить просто так я хочу ну выиграть типа чек 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 там как-нибудь надо будет какой-то вообще вафельный я прям сразу жирный чек рейз там не знаю здесь тип никогда нет руки 5x никогда нет у меня есть поэтому я бы даже сказал что если бы например оппонент здесь запушил но на вменяемых линиях я бы вколил потому что у него 5x нету вот дома 6 открываем слабого валет 8 пас желтеньким пас пас давайте быстрее думайте ну тут какой-то не докупается тоже на эту зеленую отметим ну тут сзади мы бы каждый ползем можно тоже завидеть случайно пробел заделся может было лынду поставить незаметно получили рейс на самом деле здесь мы всегда наверно хотя нет в принципе у нас есть какой-то благодарное крите на тут непонятно кто рейзит то есть у него в принципе может быть вообще непонятно что мы раньше не попадались вроде столами обращаем внимание на сайзинг как-то его тип не сильно снизил попахивает tx буду колить поставил много что это может быть а.п. а.п. те которые не требуется слабого не знаю тоже на самом деле хочется запихать я тоже совсем такой выход за рейндж уж прям вообще так наверно никогда не надо делать но мне просто быть сайзинг не нравится и ткать шляпа вот посмотрим что он покажет ну а ты окей в этот раз не как-то руку угадал она у него казалось достаточно узко изображал так короли тут сдали там а 9 слабый игрок открывается и по этой сплойной ббм можно конечно третьим заползти можно не заползти не знаю тут погранична со слабым не знаю ну давайте заползем для видео все-таки лет бэд маленький поставим был против слабого не буду сайзингами изобретать просто бэт-бэт запихаю так на маленькую ставку оба заколили чекаем тёрн похожий спот прям один в один был уже у нас раньше там где-то в начале сессии тут можно особо даже не комментировать девятка не самая лучшая карта часть дро закрыла также 98 какие-то закрылись но тут против зеленого сверх пара никуда не деться так или иначе минрейс вообще отвратительно фолда я здесь не вижу ну да закрылся часть дро ладно бывает так дома 10 так король валет пас где 7 по опять открывается три с половиной бб это кстати по моим тот товарищ который три бэд пуш на 130 сбывай делал а это было бы по дефолту пас напротив такого интересного можно заколировать с одномазной рукой не думаю что мы какую-то дорогую ошибку сделаем он может флоп буду чеколить ну сайзинг меняемого размера вот вот знаю валет теоретически не всегда нашел просто выброшу вот под не хочется дорого так дома 4 по 47 по 98 пасу тут еще это стример зашел встреча к ему с этого поменьше отдельно парень же нам попадался но не полный стек не докупается возможно тоже зелененький сразу дикие три быта начались может чате привет маме передать так на самом деле видео уже к часу приближается можно закругляться был достаточно количество интересных ситуаций под конец конечно но немного не втащили там пару раз но ничего в общем то так в целом по видео лимит более чем бьющийся и оппонента здесь пока еще играю достаточно слабо тут сать можно в колесе вообще чтоб еще заползти третьему дать задешево и флэш поймать и их это разломать через маленький вид можно сыграть чтобы за свою цену бро тянуть выкидывать я конечно не буду 160 боба стек на жизнь ну и здесь конечно живут легкий пас ну и так или иначе так ладно можно галочки выставлять а ну тут флоп конечно колен против рега терн уже хотелось бы конечно ведь желтую карту вот ну можно такой сайзинг наверное чем в колить в этих позициях ну тут интересно на чек будем руку в блеф превращать у нас в принципе очень много желтых карт чё это такое за треть или четверть вообще не знаю я для него неизвестный игрок зачем здесь регуляру ставить так мало это типа провоцирует он меня любом случае я не думаю что он здесь будет против неизвестного так вылифовать скорее всего он просто чекнет поэтому я просто выборшу даже на треть бог с ним туз 8 открываем 7 перепас раздаль тулы туз 8 можно за компейс можно прочекать на втором столе прочекаем за 3 быть им здесь легкий call не думаю что можно как-то иначе сыграть после того как он так много лупит не знаю нас конечно блокер на это слабый игрок мы с ним уже несколько спотов по-моему сегодня играли такой агрессии я не видел я выборшу так 7 2 пас и валят 3 пас и 9 6 пас и 9 3 пас все в общем надеюсь такой формат понравится как бы как поиграть на лимитах ниже я думаю достаточно показал надеюсь было интересно чтобы новые видео не пропускать подписывайтесь на канал на youtube и значит оставляйте комментарии их будет читать интересно какие-то пожелания относительно того какие следующие видео должны быть то есть там играем и лимит форматом и так далее может кому-то пати надоел какие другие румы там интересно вот в общем все всем удачи играйте покер пока